Дорогие друзья, многие полагают, что Алексей Толстой исключительно взрослый писатель. Но это совсем не так. Среди его литературных достижений есть множество историй для детей. Теремок, Колобок, Репка, все эти и многие другие сказки мы читаем своим малышам, ведь они имеют не только легкий и увлекательный сюжет, но и помогают развивать ребенка. Алексей Николаевич Толстой – автор с удивительно редким талантом написания произведений разных жанров. Из-под его пера выходили пьесы и романы, сценарии и рассказы. Но самое главное, чем он запомнился народу и стал его любимчиком – это сказки. Алексей Николаевич посвятил огромную часть своей жизни созданию детской литературы, поэтому значительную часть времени он посвящал изучению произведений русского фольклора. Русские народные сказки завораживали его, поэтому зачастую он просто брал некоторые из них и подвергал их небольшим изменениям и обработкам, пересказывал их в более доступной для детей форме. Вклад автора в развитие национального чувства у детей неоценим. Он старался показать маленьким читателям то невероятно большое нравственное, идейное и эстетическое наследие, которое несет с собой русское устное народное творчество. После тщательнейшего отбора и отсева подходящих фольклорных материалов ему удалось переработать и собрать более 50 сказок, в результате чего появился его наиболее популярный сборник произведений о волшебстве и о животных. Толстой ласково назвал свой сборник для детей «Сорочьи сказки» и выставил его на Народный суд в 1910 году. И в наши дни этот сборник не потерял своей актуальности. Сегодня мы с вами послушаем некоторые из сказок этого сборника. На избушке бабы-яги на деревянной ставне вырезаны девять петушков. Красные головки, крылышки золотые, настанет ночь. Проснутся в лесу древеницы и кикиморы, примутся ухоть довозиться, и захочется петушкам тоже ноги поразмять. Соскочатся ставни в сырую траву, нагнут шейки, забегают, щиплют траву, дикие ягоды. Леший попадется и лешего за пятку ущипнут. Шорох, беготня по лесу, а на заре вихрем примчится баба-яга на ступе стрещиной и крикнет петушкам «На место бездельники!» Не смеют ослушаться петушки, и хоть не хочется, прыгают в ставню и делаются деревянными, как были. Но раз на заре не явилась баба-яга, ступа дорогой в болоте завязла. Ратехоньки петушки побежали на чистую кулишку, взлетели на сосну, взлетели и ахнули. Диво дивное! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается, бегает ветер по листикам, садится роса, а красная полоса разливается, яснеет. И вот выкатило огненное солнце, в лесу светло, птицы поют и шумят, шумят листья на деревьях. У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и запели «Кукареку!» с радостью. А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от бабы-яги. И с тех пор на заре просыпаются петушки и кукаречат. «Кукареку! Пропала баба-яга! Солнце идет!» Сказка «Мышка» По чистому снегу бежит мышка, за мышкой дорожка, где в снегу лапки ступали. Мышка ничего не думает, потому что в голове у нее мозга уменьше горошины. Увидела мышка на снегу сосновую шишку, ухватила зубом, скребет, И все черным глазом поглядывает, нет ли хоря. А злой хорь по мышиным следам ползает, красным хвостом снег метет. Рот разинул, вот-вот на мышь кинется. Вдруг мышка царапнула носа шишку, да с перепугу нырь в снег, Только хвостом вильнула, и нет ее. Хорь даже зубами скрипнул, вот досада, и побрел, побрел хорь по белому снегу. Злющий, голодный, лучше не попадайся. А мышка так ничего и не подумала об этом случае, Потому что в голове мышиной мозгу меньше горошины. Так-то сказка «Сорока». За Калиновым мостом на малиновом кусту Калачи медовые росли, да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока-белобока и ела пряники. Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить. Раз, спрашивает сороку синечка-птичка, Откуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место. А, у черта на кулишках, отвечала сорока-белобока, обманула синечку. Неправду ты говоришь, тетенька, пискнула синечка-птичка. У черта на кулишках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи, все равно выслежу. Испугалась сорока-белобока, пожадничала. Полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой. Все, дочисто. И заболел у сороки живот, на силу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает. Что с тобой, тетенька, спрашивает синечка-птичка? Или болит чего? Трудилась я, охает сорока, и стомилась, кости болят. Ну, то-то, а я думала другое что. От другого чего я средства знаю? Трава сандрит, от всех болезней целит. А где сандрит, трава растет, взвалилась сорока-белобока. А у черта на кулишках, ответила синечка-птичка. Крылышками детей закрыла и заснула. У черта на кулишках одни сосновые шишки, подумала сорока. Да и те пустые. И затосковала. Очень живот болел у белобокой. Из боли до тоски на животе сорочем перья все повылезли. И стала сорока голобока от жадности. Сказки Алексея Толстого – это произведения, в которых каждый читатель найдет что-то для себя. В них автор талантливо показывал жизнь простых людей, их заботы и радости. Персонажами многих сказок писателя становились животные, птицы и даже мифические существа. Все они попадают в различные приключения, ищут справедливости, противостоят злу, защищают слабых. Сказки Алексея Толстого учат быть честным, храбрым, верить в добро, развивают воображение, сообразительность и чувство справедливости. Уважаемые друзья, советуем почитать сказки замечательного писателя своим детям. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok